МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛИГА МЕЧТЫ, ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Игорь, добрый день. Добрый день. Елена Алексеевна Ушатина, директор некоммерческой организации «Лучьи надежды», инструктор программы «Лига мечты, игры». Елена, добрый день. Добрый день. Наталья Михайловна Храповицкая, тверетянка, мама, воспитывающая ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Наталья, здравствуйте. И Екатерина Павловна Визовченко, заместитель главного врача по медицинской части областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Правда, да? Правильно говорю, Екатерина Павловна. Главный нештатный детский... нет, специалист по медицинской реабилитации. Это Минздрава. Минздрава Тверской области, Министерство здравоохранения. Уважаемые друзья, сегодня будем говорить о социализации семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Начнём вообще с возможностей реабилитации. Существует ли у нас в области программа реабилитации? И как поставлена работа, может быть, отдельная работа и с детьми, и со взрослыми людьми? Это всё разное, да? Елена Павловна, с вас, наверное, начнём? Екатерина Павловна, извините. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые телезрители. В Тверской регионе существует, безусловно, программа реабилитации детей. Помощь реабилитационная оказывается для детей в двух профильных учреждениях, которые имеют лицензию на реабилитационную деятельность. Это областной клинический лечебно-реабилитационный центр, это наша площадка. И центр медицинской реабилитации и детской неврологии при второй детской клинической больнице. Во второй детской клинической больнице там 15 круглосуточных коек. И к удаче, несмотря на эпид-обстановку в области, они работают и функционируют в полном объёме. Там проходит реабилитационное лечение детей с неврологической патологией. И дети, так называемые, относящиеся к программе раннего вмешательства. То есть это программа для поддержки семьи, в которых рождаются дети с экстремальной низкой массой тела, с массой тела ниже нормы. И этих детей, конечно, сопровождают в ближайшие три года для того, чтобы этот особенный ребёнок, который родился, мог получить весь комплекс медицинского обследования, весь комплекс восстановительного реабилитационного лечения и, безусловно, социальное сопровождение данных семей. То есть я так поняла, что идёт реабилитация, мы говорим, с самого начала жизни человека, с самого рождения и пошли дальше. Конечно. Как мы говорим, реабилитация проводится с рождения, ну и практически до 100 лет. То есть все пациенты, для которых утрачены те или иные функции в процессе острого заболевания, имеют право получать реабилитацию. А таких вообще каких людей, нуждающихся в реабилитации больше? Это всё-таки детский возраст подростковый или это уже люди постарше, ближе к пенсии? Вы знаете, всё зависит от того, насколько пациент и какое заболевание он перенёс. С 1 января текущего года порядки по детской реабилитации и взрослой, порядки организации медицинской помощи детской и взрослого населения, они разделены. То есть с 2013 года был это единый порядок, и мы всегда, ну как бы детское население погружали и как-то ориентировали на взрослую часть населения. С этого года это два разных порядка, и организация данной помощи, соответственно, тоже абсолютно разная. А специалистов хватает? Всё-таки направлений очень много, и много вообще людей нуждается в реабилитации? Ну, в реабилитации нуждается примерно каждый третий человек, перенёсший то или иное острое заболевание. Это для перевода на второй этап, стационарный. Соответственно, в дальнейшем, если мы говорим о детской реабилитации, то практически до достижения 18 лет мы рассматриваем о возможности прохождения ребёнком реабилитации в соответствии с наличием медицинских показаний, с наличием реабилитационного потенциала. То есть если мы понимаем, что какую-то функцию, которая у ребёнка на сегодняшний момент отсутствует, ну, предположим, ребёнок не ходит. И у нас есть возможности, в том числе у этого конкретного ребёнка, эту функцию восстановить. Если мы понимаем, что ребёнку уже, например, 5 или 7, 10 лет, и эта функция восстановиться не может, то говорить о медицинской реабилитации в данной ситуации, может быть, уже будет и неоднозначно правильно. Но тогда этому ребёнку положена социальная реабилитация, педагогическая реабилитация. То есть для того, чтобы научить его обучить каким-то навыкам, для того, чтобы жизнь ребёнка, особенного ребёнка, стала более полноценной. Вот здесь вот какую роль, вот, коль мы пригласили супругов Ушатиных, у них функция своя, подходы к таким вот особенным детям, какую роль здесь играет именно физическое развитие ребёнка, физическая активность? Это кого-то, кого можно, вы, естественно, к этому привлекаете, да, родителей? Или можно, допустим, того же вот ребёнка в любой жизненной ситуации поставить на лыжи, допустим? С Игорем и Еленой мы знакомы уже не первый год. Собственно, инициатором, так сказать, возникновения данной программы в Тверском регионе вот были мы, находящиеся за этим столом. Вы, кстати, мне Игорь говорил, да, что от вас получился непосредственно совет, что хорошо бы, что нужно, чтобы такое было в регионе. Потому что детская реабилитация – это процесс непрерывный, да, то есть мы говорим, что детская реабилитация для того, чтобы ребёнку вернуть или развить те функции, которые у него должны быть, ну, в соответствии с возрастом и его особенностями, процесс должен проходить непрерывно. Естественно, он не может складываться только из медицинской реабилитации. Он складывается и из медицинской реабилитации, психолого-педагогической, социальной реабилитации. И одно из направлений, которое сейчас активно развивается, это параклинические, терапевтические, их называют виды спорта. То есть для этих детей, чтобы их адаптировать к социальной жизни, чтобы их жизнь была более красочной, более полноценной и развитой, есть определённые виды спорта, которые являются терапевтическими и могут позволять ребёнку развивать те или иные свои функции, продолжая реабилитацию после того, как они выйдут из стен лечебного учреждения. Вот эти виды спорта, Елена, лучи надежды, они на самом деле для родителей, для многих, наверное, Екатерина Павловна, являются теми лучами надежды. Как названа эта программа? Конечно, да. Название-то оно не видит не зря у нас. Мы различные виды спорта сейчас пытаемся начать, чтобы детей реабилитировать со своей стороны, уже не с медицинской, а это больше социальная реабилитация у нас проходит у детей. То есть они и спортом занимаются, и в то же время они выходят в общую жизнь. Они общаются с другими людьми. Они, в принципе, наверное, что это очень важно, да, когда ребёнок, может быть, зациклен или в стенах одной квартиры находится. Такое тоже бывает, да. И у нас выходит, когда люди в общую среду участвуют в каких-то соревнованиях, в которых участвуют все дети, все люди, и здоровые, и с ограниченными возможностями здоровья. Это большой толчок даёт в их социальном развитии. А как вы к этому пришли? Потому что я знаю, Лена, вы занимаетесь спортивным ориентированием, у вас такой канёк, что есть возможность тех же детей особенных привлечь к этому спортивному ориентированию. Есть, да. Есть такой вид ориентирования, называется трейл-о. То есть когда люди с ограниченными возможностями тоже проходят дистанцию, но только там немножко другие условия, но подходящие для них, для тех, кто передвигается с трудом. Это совершенно, это изумительно. Давайте мы продолжим после небольшой рекламы. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Здравствуйте ещё раз. Вот как раз мы обсуждаем с нашими гостями, экспертами сегодняшней программы, когда вообще возникла такая идея организовать программу Лига мечты и создать такую некоммерческую организацию лучшей надежды, заниматься с особенными детьми, ребят. Это у вас вот у каждого, вот я обращаюсь к супругам Ушатиным, Игорь, ваш конёк – это горные лыжи, да? Да. Горные лыжи, потом кадетский класс ФСБ, как раз вы там, это метание ножей, там преподаете тоже с детьми. Лена, вы тоже задействованы, да, в воспитательной работе кадетского класса ФСБ. Это спортивное ориентирование. Как вообще вот такая вот идея пришла заниматься именно с особенными детьми? Ответственность большая. Тогда можно я скажу, да? Значит, вот как Катерина сказала, несколько лет назад мы стояли с ней на склоне, катались на горных лыжах. А, на склоне познакомились, да? Да, да, на горных лыжах, да. Вот. И по тому, как Катерина говорила, я не помню сейчас что именно, как вот был разговор, у меня к ней такой конкретный вопрос возник, мол, а кто вы такая? Потому что говорит она как бы с горнолыжным уклоном, но к горным лыжнику отношения не имеет. Но про другое, да? Да, плюс дети, опять-таки слова дети там есть такие, а так как я занимался и детским направлением, и горнолыжным. И тут начинается вот такой, знаете, открывается огромнейший кластер, что есть дети-инвалиды. Да не просто, а вот просто инвалиды. Мы же как-то на них и на инвалидов вот так, да? То есть у нас вот картинка заканчивается на этом деле, ну, кто-то там прошел, кто-то там или еще. Вот. И сколько у нас было разговоров на эту тему, да, пока мы еще не знали. Мы хотели сделать свою программу. Кстати, вот Лига Мечты, это не наша программа, это программа в Москве, которую Сергей Белоголовцев сделал, это еще 14-й год. А вы грант получили, да, по-моему, не по этой программе? Не мы, не мы, не мы, да. Это я сейчас дальше к этому подойду. Вот. И мы еще не знали об этом ничего, что есть такие-то дети, что есть вот это направление. Но там свои особенности были. И с Катериной даже хотели, с ее стороны был такой разговор, что давайте напишем сами программу и вам обучать. Вот. Но вот просто сложились там и свои там дела все. Вот. Случайно в этом году фонд «Мама» есть такая... Благодарительный фонд «Мама». Вот. А нет, а еще перед этим несколько раз, два года подряд я пытался туда, давал документы в Лигу Мечты, чтобы стать инструктором по горным лыжам. Вот. Какие-то стечения обстоятельств еще. И в этом году все получилось при благодарительном фонде «Мама». Вот. Получилось сдать инструктора по горным лыжам. Вот. И тут получается, что здесь не просто уже вот ниша огромнейшая. Это что-то такое, что, как сказать, мы не знаем. Ну, а простые обыватели, скажем так, кроме специалистов, они никто не знают. И родители, и которых детей особенных, они вот только вот это люди, которые все это представляют. Катерина нас водила к себе в больницу на экскурсию. Мы с Леной ходили, смотрели и коляточников, и там... То есть, с кем придется, возможно, работать, да? Да, да, да. Что происходит, что возможно вообще. Знакомила нас с детишками, которые там вот, как вот там мальчик, да, нырнул в свое 14-летие, да, и все, перелом позвоночника. Вот, часто такие травмы, я просто знаю, что даже в нашем детстве такое было. Да, да, вот эти все проблемы, и что есть дети, инсультники дети, то есть, мы как думали, что это взрослые только бывают, что вот есть еще вот такое, и такие дети тоже есть. То есть, огромное-огромное количество. Ну, лечить мы не можем, естественно, да, нет образования такого. Ну, на лечение, вот, Екатерина Павловна, целый революционный центр, да, лечебно-революционный центр со специалистами. Здесь у вас-то другая задача. И вот мы нашли, как бы, себе вот эту, как бы сначала так потихонечку, вот с лыжами, что как, вот можно ли это все сделать. Мы сотрудничаем с Василиной Миколес, это ребят, которые, ребят, этот... Энварин колес. Энварин колес, да, 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 с ними. Мы их приглашали к себе, к себе в парк, вот, и мы провели с ними просто общую программу. Они у меня стреляли, у меня некоторые кидали ножи, у нас там и дартсы, то есть все вот это... Настольный теннис. Настольный теннис, да. Довольные были. Мы посмотрели на все, что... То есть, как бы, для меня были, ну, грубо говоря, слова инвалиды, да, мы так берем, особенно, ну, там и взрослые, там все. Это просто вот отдельные, которые, ну, не поддаются, наверное, ничему. И тут мы сталкиваемся с такими вещами, что это тоже самые, те же самые люди. Единственное тоже, что большой плюс, что нельзя с детьми разговаривать, что он ребенок, и к тому же вот особенный. А именно, вот я с ним говорю, как вот с нормальным. То есть, у кого-то, может быть, дикция маленечко так нарушена, как бы, да, но... Ну, мы тут и говорим, что ограниченные возможности здоровья, да, вот, что у кого что из этих детей. Так вот, вся ситуация-то в том, что мы, вот, вот этот прошлый сезон, мы катались на лыжах, все замечательно, мы катались. Понимаете, вот такой момент, когда везешь ребенка, спускается он вниз, он аутист, да, он никогда в глаза смотреть не будет, все, он, тебе боковые, все это самое. И вот ему говоришь вот так, 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 ноги, и вот, понимаете, когда вот такой взгляд у него вот оттуда идет, вот так встречается на меня, вот прям в глаза, в глаза. В глаза смотрит. Глаза в глаза, у меня не получается, и опять взгляд вот так уходит. Я стоял, у меня, вот, у меня хорошо очки были одеты, да, потому что у меня пошли слезы. Потому что вот этот взгляд, который он прошел, он меня, вот, взглянул в меня и это сказал, ребят, ну, тут другого уже ничего не может быть, что они это все понимают, все прекрасно понимают. То есть, нет такого, что любая болезнь, и этот ребенок, он или там кто-то, он в стороне, он в общество не входит. Да входят они все, просто их нужно направлять вот этим. Великое дело. Наталья, у вас, у вас шесть лет, да, сыну, сыну, да, Миша, Миша, да? Прошли, вот вы уже поняли, что это такое, вы, то есть вы с инициативой ушатиных Игоря и Елены знакомы? Знакомы, да. Как это было вообще? Мы очень рады, что вот мы познакомились в прошлом году, да, благодаря фонду, вот, мамы, да, Галины Ильиничной, руководители, вот, у нас появилась эта программа здесь, в Твери, вот. Вот, Игорь Альбертович стал прекрасным наставником нашего сына, мы до сих пор тренируемся, даже сейчас пока еще снега-то немного, но мы уже готовимся к горнолыжному сезону, вот, на специальных тренажерах, которые Игорь Альбертович сам разработал для нас. Тренажеры, это как лыжи? Это имитация лыж или как? Похоже, да. Да? Похоже на лыжи. Похоже на лыжи, да? Имитация движений, наверное, да, которые будут потом на склоне. Ага. Ну, что я заметила, почему мы за это очень здорово ухватились, во-первых, мы поняли, что спорт для нашего ребенка открыт, вот, мы поняли, что спортом ему нравится заниматься больше, чем просто лечебной физкультурой, то есть он туда идет сам с удовольствием, даже если ему где-то больно, где-то тяжело, где-то не хватает сил, мы напоминаем ему, что он спортсмен. Это же великий стимул, уважаемые друзья, да? Да, и как я им всегда говорю, ты знаешь, что спортсмен, когда устал, он встанет и еще три раза повторит. Это же сила на спорт, да, это сила духа, прежде всего, да, когда идут соревнования. С другой стороны, мы же видим, что существуют пара олимпийские игры, где кажется, что нет предела, нет невозможного ничего для человека. И мы сейчас это доказываем, да? А тут еще для ребенка мама сила духа, просто поразительная сила духа. Да, пришлось. Которая поддерживает постоянно. Сначала было сложно, он сначала не очень хотел, это громоздкие, огромные ботинки, которые надо одеть, с которых тяжело поднять ногу. Ой, я же пробовала, кстати, Григорий, я пока так и не встала, у меня только беговые лыжи, вот уже сколько, 40 лет этим занимаюсь. А вот на горной, это же тоже страх надо преодолеть. Вот, вот. Вот отличие семьи Ушатиных, да, от немножко той программы, которая в Москве и в других городах, это в том, что они ставят на лыжи всю семью. И ребенку интереснее, глядя на маму, на папу, если он раньше не хотел, но, по примеру, у своего родителя, он встает и едет. А, Наталья, вы тоже встали на лыжи? Да, я знаю. А вы первый раз тоже здесь Ушатиных ночи? Да, да, да. И теперь вот я помогаю иногда с Мишами уже вдвоем, без тренера можем что-то делать. Слушайте, здорово. Ну, там соответствующие, ведь там нет, наверное, черных трасс у вас, как это, да? Там соответствующая высота, чтобы, это же страшно, как ребенок. А если упадет, ничего страшного? Нет, там маленечко другие. Во-первых, вот как президент горнолыжно-спорт в Тверской области, да, я знаю наши все склоны, где мы можем проводить соревнования в области и так. Очень большие требования, необходимые вот к склонам, где именно вот занятия с такими детьми. Во-первых, он пологий. У нас все берут на крутизну. Вот, плюс подъемники, плюс вот доступность, чтобы можно было дойти до туда. Там очень много нюансов. Вот, ну, просто в этом году я хочу, вот, смотря прошлый год, в этом году я хочу создать вообще команду, горнолыжную команду наших детишек. Вот, и чтобы выступать уже не просто вот, вот у нас были фестиваль такой, да, вот просто горнолыжный фестиваль. А сейчас уже включаю их, буду включать соревнования, в большие соревнования наши, тверские, по горным лыжам пока. Общие. Общие, да, общие. А, общие для всех. Да, да, да. Только у них будет своя дистанция будет, но они будут опять-таки стартовать. Но опять наравне со всеми они пойдут. Это были инклюзивные соревнования. Ну, не то, что со всеми, нет, у них, конечно, свой склончик будет, потому что там все зависит, полу, длины не надо. Потому что там только в одном месте есть, ну, в двух местах сейчас вот у меня и в Заброве там есть подъемники, где можно, так сказать, ребенку зацепиться тихонечко и подниматься наверх. Подняться на эту игру. Да, потому что вся проблема в том, что у них, у кого-то с пластика, они не могут, ну, допустим, вытянуть руки, да, а им нужен канат. Канатов у нас вот только сейчас я делаю подъемник такой, где можно за канат держаться, вот, и подниматься. По крайней мере, в Москве, когда проходили все вот эти тренировки, там именно вот такой был канат, толстый канат, и ребенку проще зацепился все. И небольшая скорость подъема, и все. У нас же идет и скорость должна быть наверх, и плюс ко всему поток. Ну, просто заинтересованность любого бизнесмена горнолыжного, да, что в парке, чтобы у него было как можно больше людей поднималось наверх. А здесь нужно, чтобы ребенок стал один, чтобы никто взади не стоял. Ну, конечно, индивидуальная подходит. Да, да. Ой, ну что, Игорь, а упирается в этот канат пока дело, или как решить эту проблему? Нет, мы решим этот... Ну, все равно, уж обидно слышать, если в канат. Это же заболевания разные, нужно много таких прибамбасов там. Да, много, но просто многие пользуются вот этим, и говорят, давайте мы вам, допустим, тот же самый склон сделаем. Но суммы, очень сумма... Так нет, суммы сразу сказали, что мы вам сделаем. За большие, большие деньги. Да, большие деньги. Мне проще сейчас вот накопить деньги, купить себе бульдозер, самому просто спланировать весь склон. Ой, Екатерина Павловна, легко сказать, да, накопить деньги. Ведь это же такое дело делается для здоровья нашего будущего. Конечно, друзья, это очень большое... Правильно сказала Наталья, когда мы разговаривали с Игорем и Еленой, и я их, так сказать, направляла и хотела, чтобы они по-хорошему заболели данной идеей, что данный спорт можно действительно ставить на лыжи или не на лыжи, там, если есть, там, мы говорим про параспорт, всю семью. То есть, неважно, здоровые дети, дети с ограниченной возможностью, мама, папа, и идет сплочение всей семьи, и к здоровому образу жизни, да, к той же физкультуре, к спорту приобщается вся семья. Для ребенка, который воспитывается в данной семье, что здоровый, что больной, это абсолютно уникальная способность выйти на новый уровень развития и почувствовать себя полноценным членом нашего общества. Конечно, для всех детей эти виды спорта должны быть разные, и мы очень надеемся, думаю, что Игорь и Елена меня поддержат, что, ну, сегодня маленькими шажками, но мы все-таки продвигаемся в том направлении, что в Тверском регионе такие терапевтические виды спорта будут поддержаны спонсорами, может быть, благотворительный фонд уделит нам больше внимания. Да, возможно, послушают наши программы сегодня, что обратят внимание. Потому что данная программа, она уникальна. Почему именно мы взяли детей ДЦП и детей с заболеваниями аутистического спектра? Потому что именно для этих детей у каждого по-своему, но очень важна и постановка, и вот это движение. То есть для детей с ДЦП очень лечебными является фиксация голеностопных суставов в ботинках, в лыжных. Потому что там именно такой наклон, который помогает ребенку встать на полную стопу. Это не случайно. И не случайный метод, но вот именно и тренажеры ведь есть во многих реабилитационных центрах Российской Федерации и за рубежом, которые имитируют постановку ребенка в горнолыжном оборудовании, в снаряжении, в тех же ботинках. Именно потому, что наклон стопы и замыкание голеностопного сустава соответствуют физиологической норме для таких детей. Если мы говорим про детей с аутистическими расстройствами, то абсолютно верно сказал Игорь, что эти дети никогда не дают зрительного контакта. А здесь, когда есть скорость, есть природа, и у ребенка что-то получается, возможно, мы его из своего мирка, в котором он находится, вытаскиваем в мир окружающий. Да, вот как Игорь все-таки встретился взглядом с ребенком. То есть, если немножко уйти в историю данного направления, то когда Белоголовцевы организовывали данную программу, в семье этих людей растет двойня. Из этих двух молодых людей, им уже по 25 лет, или может быть даже чуть больше, один ребенок был здоров, а второй был с явлением ДЦП, где они его только не лечили. И когда они были в Америке, им говорят, давайте поставим ребенка на горные лыжи. Говорят, а давайте. И вот оттуда и зародилась, так сказать, вот эта идея о том, что это может быть терапевтическим видом спорта. И сейчас этот молодой человек, он ведет какие-то программы на телевидении, то есть он полноценный член общества, также он, так сказать, посещает работу, продолжает заниматься спортом. А до этого, в принципе, ну какая участь у наших детей с ограниченными возможностями, да? То есть тихонечко сидеть дома. Да. По сути, вот так. Просто дома. И никакой нет возможности. Наталья, как вы вообще вышли-то на ребят? Ой, в основе я даже точно не скажу. Но у нас есть группа наша, родители с особенными детьми. Вот, и там появилась информация, и я, как увидела, сразу же поспешила попасть в эту программу. Но здесь вам было интересно, или здесь за что-то ухватиться, что может помочь ребенку, да, что-то новое? Ну, конечно, я сразу увидела. Правильно сказали по поводу ботинок, по поводу положения голеностопа. У меня сын давно не мог поставить уже ногу на пяточку, да. А после этих занятий ему было больно, да. Он стал снова опять сам управлять этим суставом. Он теперь может опускать ногу, ставить на пяточку. Уважаемые друзья, это вообще, на этом примере, может быть, сейчас люди послушают, скажут, вот, есть надежда. Мы даже на видео все это снимали. Первое занятие, когда Миша только пришел к нам, как его вели под руки с двух сторон. И после нескольких занятий, как он сейчас, он бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он уже в ботинках, да. Он уже ходит сам свободно. Один сам. Елена Алексеевна, Лига мечты.игры. Да. Что это за игры такие? Вот сейчас говорили о горных лыжах. Что это за игры, к чему приучаете? То есть, игры, это такое название, общее такое, но игры здесь имеются в виду виды спорта, в которых детям, вот этим с ограниченными возможностями здоровья, можно взаимодействовать между собой. Вот это тоже очень важно, не просто каждому заниматься своим чем-то, видами спорта своими, а именно взаимодействовать между собой, что для них тоже является большой проблемой. То есть, это тоже вид спорта, но стилизованный в какую-то игру? И стилизованный в какую-то игру, и тот же самый бадминтон, тот же настольный теннис, когда они между собой взаимодействуют. Вот эти ребята, у которых у одного там что-то одно не получается, у другого что-то другое не получается, но они смотрят, что другой что-то может и тянутся за ним. Это стимулирует, да? Да, это стимулирует их развитие, их реабилитацию, вот, и помогает. Кстати, Екатерина Павловна, здесь роль медика, она уже, когда дети приходят, вот, допустим, к Игорю и Клине заниматься, она уже, как бы, вы стоите в стороне, потому что вы все выяснили заранее, да, кому что можно. Кому теннис, кому горные лыжи, кому спортивное ориентирование. Да, совершенно верно. При прохождении ребенком курса реабилитации в нашем реабилитационном центре, как правило, планируется, если ребенок изъявляет желание его родителей для занятий спортом, мы рекомендуем те или иные виды направлений спортивных занятий, которые были бы наиболее благоприятны для данного ребенка. Потому что, если, например, ребенок с ограниченными возможностями, у которого нет контроля головы, то говорить о каких-то спортивных мероприятиях, которые бы были, видимо, как горные лыжи, то есть для того, чтобы... Да, съезжать со склона, здесь уже не получится. Да, это не получится. То же самое, если у ребенка какие-то проблемы, например, с позвоночником, мы будем рекомендовать, как бы, симметричные виды спорта, да, то есть не будет уже там теннис или настольный теннис. Чтобы обе руки были, да, симметричные было, да. Поэтому, конечно, мы в процессе реабилитационного лечения подбираем те терапевтические виды спорта и рекомендуем обращаться либо в адаптивную школу, либо вот на горные лыжи, либо какими-то другими занятиями. У вас еще что плюс? Вы же на свежем воздухе постоянно, да? Это же находится вдалеке от Твери, но не так вдалеке, но это не в самом городе находится. А как туда добраться? Ну, вообще-то сейчас своим транспортом все добираются так, потому что тяжеловато. С одной стороны, мы в 30 километрах находимся от города. А что такое эти 30 километров? Ну, для кого-то, может быть, и проблемные, да. Для кого-то, может быть, и проблемные. Но, с другой стороны, вы знаете, вот сейчас, что вот Елена, когда закончила курсы тоже, и как бы мы не захотели останавливаться на тех занятиях, что ей преподавали, когда обучалась, мы решили пойти дальше. И вот благодаря Наталье, ну, она вот такая мама, одна из самых продвинутых мам. Можно Наталье уже в родительский комитет, да, председатель российского комитета выбирать. И стали собирать просто группы, вот таких же, да, кто вот у нас и прошли зимой, и реабилитацию прошли. Вот, то есть у нас соревнования по рыбалке проводились. У нас рядом озеро есть, вот собрался. Даже рыбалка. Это мы делали такой спортивный фестиваль. Мы семья, мы вместе. Тут и по интересам. Может быть, папе-то интересно было, допустим, возьмем цены по рыбачке. Вот, а вот и появилось. Мы ведь, то дети вообще рыбалку такую не знали. Они ловили именно карасей, и все там, кто-то отпускали, кто-то там нашим животным давать. Вот. Вот, затем вот у нас по стрельбе были, по соревнованиям стреляли они. И даже из рыбалета стреляли, метали там что-то. В общем, как бы они не останавливались на тех вот игрушках, которые, ну, просто вот дали там, что-то им там, мячик в одну сторону дать или в другую. А именно они участвовали в нормальном, ну, в нормальной жизни, скажем так. Что вот, плюс ко всему, там еще у нас участвуют родители и дети, это из семей, ну, вот, многодетные семьи. Да, обычные. И они, ну, никакого, вот, вы знаете, когда вот это все движение идет, когда у них общее направление есть, разницы, что ребенок и тот, и другой, они не видят этой разницы. Ну, наверное, к этому и надо стремиться, да, Екатерина Павловна? Ведь это, о чем говорим? Все одинаковые различия-то нету, да? Конечно, инклюзивные технологии, они актуальны на сегодняшний момент, они имеют место быть и в обучении, и когда дети с особенным развитием погружаются в обычную социальную среду своих сверстников. Вот, кстати, вы сказали, у вас же много направлений, вы смотрите, да, кому это, кому это, а вот я хочу сказать, Игорь, Елена, вы готовы вот к такому разнообразию возможностей? А мы стараемся эти возможности увеличить, расширить, и то сделать, и другое, и другое. То есть, главное, мы нашли благодатную среду, да, на которую все вот это вот хорошо ложится. То есть, мы им предлагаем что-то новое, и они с удовольствием на это откликаются. Что необходимо сейчас? Я понимаю, что хорошо бы, чтобы вот детишки собирались, их бы доставляли, это было бы идеально. Хорошо, если бы были вот такие вот, казалось бы, мелочи, как канат вот этот специальный. Тренажер какой-нибудь специальный, да? Ведь это же дети особенные, и все для них должно быть особенным, наверное. Каких же денег это стоит? Может быть, обратимся к нам, уважаемые друзья, если есть возможность помочь, это наше будущее. Ну, здесь еще такой момент есть, что вот, как я говорил, есть такие, да, вот, со словом спец, да, устройства все, все станки, все тренажеры, все, которые связаны, вот, даже простой городок, даже и веревочный, и лазить там по нему, слово спец, оно сразу прибавляет несколько нулей туда. Вот, но, которые вещи, кстати, это сделать можно, ну, вот я сам, сварка, болгарка там и что-то еще, да, и сделать это можно все нормально. Ну, у меня сертификации. Для меня, вот, именно как тренеру по горным лыжам, во-первых, я говорю, я вот сейчас решили, что буду проводить детей уже дальше, не просто, что вот на этом уровне, что они остались, они у меня будут участвовать именно в соревнованиях, да и родители тоже, наверное, да. Да и родители туда-сюда, с этого же склона. Да, взрослые там идут, и все, это все интересно. Вот, хотелось бы, и вот, знаете, когда вот эта вся, появилась вот такая возможность, для меня, ну, скорее всего, это от Екатерины все это пошло еще вещь. Вот, вот, есть тренер, да, есть тренер какой-то там, есть сборных тренер там или еще, а для себя, вот, как бы так поставилось, что если я смогу поднять вот этих ребят и сделать из них, ну, действительно, как бы не то же детских спортсменов, но они могут участвовать в соревнованиях, и, ну, естественно, мы с ними не только зимой увидимся и летом, это, понимаете, это вот высшее такое мастерство, которому уже, наверное, никто не научит, и я буду себя чувствовать очень-очень хорошо. Но сейчас не хватает в данный момент не слайдера. Слайдер это у нас что? Это вертикализатор для детей ДЦП, но которые очень в тяжелом состоянии. Специальные приспособления. А которые даже не сидят, да? Ну, они сидят, или могут только сидеть, или могут только лежать, да. И вот на этот слайдер специальный станок, в котором вот их, он, подвесные системы, все сделано, поставить, и он тихонечко, он спускается вниз, но вот это движение, движение, мелькание перед собой чего-то, скорость это мелькание, это я так условно говорю, так скорость совершенно минимальная, но вот если увидеть и улыбку и с их стороны, наверное, все. Ой, Игорь, Игорь, сколько приходится, вот программа занятий какие-то есть, сколько в неделю, или это достаточно раз в неделю, ведь не все родители могут приезжать там каждодневно, 30 километров. Да, и, конечно, здесь надо, это вся должна быть какая-то динамика, чтобы все работать. Когда мы начали зимой с ними, то есть на каждого ребенка я заводил специальную анкету, и каждую тренировку писал их результаты, что, чего, и вот прямо видно было по результатам, насколько оно, все это движение есть, но это очень дорого. Мы попробуем в этом году гранты, влезть в гранты, чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку с родителей, вот, потому что все, сейчас цены какие-то, конечно, но вот 150 тысяч стоит слайдер, да, но это вот, если купить слайдер, все замечательно, но опять-таки, ну, тоже немножко кушать хочется, поэтому здесь нужно вот эти моменты. Здесь, конечно, либо помощь, тут либо спонсоров, либо состоит какая-то помощь, я не знаю, либо действительно гранты, которые, да? Ну, мы будем, да, с грантами работать. Как иначе. Кстати, есть уже, вот, Наталья, есть какой-то результат, вы видите, вот вы говорили, что Мишенька уже перебегать, да, вот может переходить, да? Есть результат уже, да, вот этих тренировок? Есть, конечно. По сыну по-своему видите? Да, ну, у нас Миша, он мальчик ходячий, конечно, у него ДЦП, но он ходит сам. У него правосторонний гемипарез, то есть у него спастична правая сторона, и ему тяжело правой стороной тело управлять. Вот. И благодаря занятиям, конечно, у него и спастика снижается, вот, как-то равновесие какое-то появляется, он лучше, координация у него стала, он меньше стал падать, терять равновесие, вот. Он лучше стал говорить. Это уже, да? А вообще вот такая подвижка, Екатерина Павловна, она присутствует, вот, вот, видно, вот вы рекомендуете такие занятия? Если уж мы сегодня говорим, то да. Но вот людям, которые, может быть, еще не знают, что такое существует. Нет, конечно, после прохождения курса реабилитации и взрослым, и детям, потому что мы вот сейчас говорим о детском населении нашего региона, да, ну, и пациенты, которые перенесли инсульт, им данные занятия взрослого населения, я имею в виду, то есть они бы тоже были полезны, потому что, в принципе, у них, конечно, нет проблемами с голеностопом, такие, как у детей, с детским церебральным параличом, а вот с координацией про то, что говорила наша сейчас Елена, то, конечно, они есть. Ага. То есть, ну, таких людей уже у нас немало, ведь инсульт. Конечно, конечно. Это же бич нашего времени. И вообще занятие спорта активно, да, и здесь, тем более, предлагается специальная программа. Конечно. Главная проблема, наверное, сейчас соединить этих людей и нас. Вот, да, давайте мы сейчас, да, сейчас скажем, как вас можно найти, где вы находитесь, уважаемые друзья. Находимся мы в 30 километрах от трассы окружной нашей по Тургиновскому шоссе. Это у нас парк семейного отдыха, Тверские забавы. Так, как называется населённый пункт? Деревня Фейфилова. Деревня Фейфилова, Тверские забавы. У вас есть свой сайт? Да, конечно. То есть можно каким-то образом ознакомиться, подойти, да, прийти и познакомиться. Телефоны там есть, всё, контакты есть, да. Екатерина Павловна, в каких случаях обращаться к вам? И как люди, которые, может быть, что-то заинтересуются? Может быть, вы как такой мосток к спорту от официальной медицины? Ну, если мы говорим про детское население, то на сегодняшний день у нас реабилитация в нашем центре представлена только дневным стационаром, поскольку мы в связи с... Это ковидная, это несчастная ковидная. Да, перепрофилированная под инфекционный стационар. Но реабилитационный центр, реабилитационная комиссия работает в штатном режиме, то есть поликлиническая служба работает. Все дети, которые перенесли те или иные заболевания, острые или имеют хронические заболевания, которые требуют реабилитации, они могут обращаться в наш реабилитационный центр в пятидневку, да, то есть с понедельника по пятницу, по предварительной записи на реабилитационную комиссию. И дальше мы рассматриваем этих детей, либо направляем на реабилитационное лечение, если это городские дети, в дневной стационар. И будем, конечно, рекомендовать те или иные занятия спортом обязательно. И, конечно же, мы обращаемся еще и к людям, которые, как Вы сказали, перенесли инсульт, чтобы не проходили мимо и знали, что такая возможность существует. Здесь вообще важна физическая нагрузка, она всегда важна, наверное, да? Она никогда не будет лишней. Ну, здесь не только физическая нагрузка, а здесь именно особенности того, что происходит, да, то есть и взаимодействие с окружающей средой, и тренировка баланса, равновесия, и получение положительных эмоций от того, что происходит, что получается. Плюс, ну, снег, я так думаю, тоже... Снег, это да, Великое. Морозный воздух и приятная абсолютно компания. Очень с высокой эмпатией наши друзья-коллеги Игорь и Елена. Поэтому я думаю, что здесь это будет незаменимым для любого человека, который перенес заболевание, который хочет восстановить свою трачную функцию. Уважаемые друзья, зима начинается, давайте планы на эту зиму. Несколько слов, программа подходит к концу. Ну, по крайней мере, по горным лыжам сейчас тренировки у нас, они есть, но сейчас вот с такой погодой, сейчас маленько все успокоится. Ну, только-только снег у нас. Да, 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 да. То есть у нас тренировочный процесс, как он и был, так он и будет. Просто мы сейчас дальше, ну, будем определяться, кто будет заниматься у нас, какое время будет заниматься. Вот. С теми ребятами, кто, значит, даст согласие, и родители, которые участвуют именно в соревновательном процессе, мы идем дальше. То есть не просто на одних лыжах, а уже маленько обменяем технику, будем кататься уже там вокруг вешек. Ну, в общем, тренироваться побольше. Вот. Это что касается этой зимы. Ну, по крайней мере, вот с моей стороны. Ну, дай бог, чтобы еще снег подержал, да, а то бывает часто, что зима без снега, это, конечно, несколько лет таких было. Лена, у вас, у вас какие, как параллельные, параллельные направления к такому же, он с бурными лыжами. У нас параллельные направления, это оно в летнем, так сказать, варианте, вот, поэтому пока мы сейчас будем заниматься зимой все вместе, вот, и ежели будет финансирование, мы надеемся, что оно будет, вот, то и новые ребята у нас займутся тоже горными лыжами, будем им помогать, ставить. Еще один момент такой, мы сейчас, у нас будет открываться прокат лыж беговых на, этот, около мотеля Тверь, вот. А, как те общество Динамо у нас там, да? Да, 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 там будем попробовать, там лыжи поставить, вот. Вот, и что еще хотим сделать? Мы хотим провести соревнования для, опять-таки, семейных по пневматическому биатлону. То есть, там хороший лес, мы дадим лыжи, они будут проходить какую-то дистанцию, и там еще и стреляют. Ой, биатлон, да, давайте дадим жару нашей команде по биатлону, на общероссийском уровне, да? Мы своих вырастим, да. Да, ну, дай Бог, планов очень много. Я так думаю, что, наверное, давайте мы общий совет дадим нашим радиослушателям и телезрителям. Вот, я думаю, что Екатерина Павловна вас послушает, да, общий совет. И для особенных, и для не особенных, для всех жителей региона, которые испуганы сейчас во многом. И прочими нехорошими вещами. Ну, совет какой может быть? Любить спорт, любить жизнь, продолжать радоваться жизни, несмотря ни на что. Стараться вести здоровый образ жизни, своевременно высыпаться, ложиться спать, да, потому что сон, как бы это, может быть, на первый взгляд не было странным, является очень хорошим способом профилактики вирусных заболеваний. Человек, который высыпается, он болеет меньше. Правильное питание. Ну, и зимние виды спорта. Пожалуйста. Отлично, ура, началась зима. Наталья, ваш совет? Ну, мой совет, выбираться с семьей как можно чаще на природу, особенно зимой, это иммунитет и все, здоровье наше. И заниматься всегда рядом с детьми. Быть рядом. Это прекрасные ощущения, потрясающие, просто выводящие из депрессии, особенно это важно для мам, которые часто просто очень, ну, постоянно находятся дома. Да, да, когда усталость накатывается, все, уйти в себя. Ребята, ну, вы завершаете. Лена, Игорь Шатина. Снимаетесь спортом на свежем воздухе. Я хочу сказать, чтобы не боялись обращаться, звонить, не боязни, что вот у нас такой ребенок или мы такие особенные. Ребят, нет особенных, мы уже поняли. Все это нормально, просто нужно, как бы, более так захотеть, очень захотеть, а дальше все мы сделаем. Отлично. Не боятся выйти в люди. Да, не боятся выйти в люди, да? Спасибо огромное. Здоровья вам. И пусть у вас все получится. И пусть вас поддержат. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин